Владимир Путин поблагодарил жителей Белграда за теплый прием. В Сербии для многих он герой. Российский президент сегодня встречается со своим сербским коллегой Александром Вукчичем и недавно закончилась их совместная пресс-конференция. И вот что передает корреспондент BBC Петра Живич из дворца Сербия, где проходили переговоры. Встреча за закрытыми дверями между президентами России и Сербии только что закончилась. После Путин и Вукчич вышли к журналистам рассказать о своих договоренностях. Заключено 21 соглашение в разных областях, начиная от энергетики до эксплуатации космоса. Владимира Путина приветствовали с того самого момента, как он появился в воздушном пространстве Сербии. Истребители МИГ сопровождали его самолет. Затем он вместе с Вукчичем посетил послевоенное кладбище освободителей Белграда. А когда Путин прибыл сюда, во дворец, все правительство взяло паузу от работы, чтобы его поприветствовать. Путин приехал в сопровождении пяти министров, и переговоры с Вукчичем шли за закрытыми дверями. Президент Вукчич после этого объявил, что на улице собралось около 30 тысяч пророссийски настроенных жителей Белграда. Они ждут выхода Владимира Путина. Заявили также о том, что Александр Вукчич получит из рук российского президента высочайшую награду – Орден Александра Невского. В 2017 году Москва поставила Белграду шесть истребителей. Как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, поставки вооружений могут быть продолжены. Речь идет о заключении новых контрактов о поставках российской бронетехники из наличия российской армии, сказал он. А другой важный вопрос в отношениях России и Сербии – ветка турецкого потока. Проект сухопутной транзитной нитки газопровода в Европу из Болгарии через Сербию с выходом в австрийском Баумгартене. Ну и, конечно же, еще один из вопросов, который обсуждается, по которому Сербия надеется на поддержку России – это статус Косово. Не безосновательно сказать, надеется на эту поддержку. Поможет ли нынешний визит Путина в Белград продвинуться по какому-то из этих вопросов? Подробнее об этом обозреватель сербской службы Би-Би-Си Александр Миладинович. Как любой другой визит Владимира Путина в Белград, нынешний тоже сопровождается большими ожиданиями. Сербия надеется на поддержку России в вопросе резолюции ООН по Косову. Эту резолюцию должны принять в первой половине этого года, и Белград ожидает, что Москва поддержит его позицию. Однако, скорее, задача этого визита – решение экономических вопросов. Главное внимание – газопроводу, который должен соединить Турцию со странами Центральной Европы. И Сербия надеется, что по крайней мере одна нитка этого трубопровода пройдет по ее территории. Еще одна сфера тесного экономического сотрудничества между Россией и Сербией – это участие России в модернизации железных дорог Сербии, а также объектов энергетики. Ожидается, что по этим вопросам будут проведены переговоры и заключены контракты. Однако пока непонятно, достигли ли стороны уровня международных договоров или пока лишь подписывают меморандумы о намерениях. И от этого тоже будут зависеть результаты нынешнего визита. Что касается общей атмосферы в Белграде, то она наполнена ожиданиями. На улицах столицы собрались толпы людей. Движение в городе было перекрыто, но не из-за передвижения кортежа Путина, а потому что власти организовали автобусы, которые привезли много людей из разных частей страны на большой митинг. Он состоится после посещения Путиным и его сербским коллегой – главного храма города. О том, что думают сербы о России, какие надежды с ней связывают – репортаж корреспондента русской службы Олега Болдырева, который на днях побывал в республике. Маленькая деревушка Банстол. И здесь недостроенная церковь Святой Марии. Вообще-то должна была быть совсем маленькой и деревянной. И посвящена была трагической истории с бегством сербов из Хорватии во времена Балканских войн. Но деньги на нее все как-то не набирались и не набирались. И вот активист, который затеял эту стройку, подумал, давайте-ка мы назовем это церковь Путина. Почему Путина? Да просто потому, что местная власть как-то очень себя неактивно проявляла. И что вы думаете? После того, как это назвали именем Путина, пожертвования просто полились рекой. И вот к концу следующего года надеются эту церковь закончить. Путин поднял свою страну с колен. Он показал, что Россия все еще сильна. Я думаю, сейчас Россия единственная поддержка, на которую Сербия может рассчитывать. Сербия за последние 20 лет оказалась разорена и унижена. Если Россия нам не поможет, я не знаю, кто это сделает. В ночь на 16 мая 2014 года городок Абреново рядом с Белградом затопило. Затопило так, что вот в этой школе вода стояла на уровне баскетбольного кольца. В итоге даже думали сносить школу, но непонятно, где бы тогда учились 500 учеников. Но уже через пару месяцев Европейский Союз пообещал помощь в восстановлении. В итоге на то, чтобы отстроить эту школу и восстановить ее изнутри, было потрачено больше миллиона евро. А всего на помощь городам, и было много городов, пострадавших от наводнения, Европейский Союз потратил больше 170 миллионов евро. Сербия живет на российском газе. 10 лет назад «Газпромнефть» купила компанию, которая поставляет этот газ. Газ для Сербии – это, например, ракия. Я приехал на завод, который производит эти спиртные напитки. Всего 50 тысяч литров производится, но для этого надо сжечь 25 тысяч кубометров газа. Конечным потребителям этот газ достается дешевле, чем закупается. Разницу в результате компенсируют сербские власти. Экономика не очень понятная, но все, что знают сербы, что пока что без российского газа тут не жизнь. Наш бизнес зависит от российского газа, но в то же время наши продажи зависят от Западной Европы. Ситуация сложится лучшим образом для нас, если мы будем в ЕС и при этом сохраним российское топливо. Европейцы вкладывают в Сербию раз в 10 больше, чем в России, но, как правило, эти инвестиции не сопровождаются красочными плакатами и пышными речами. Пожалуй, что вот это сооружение «Жежелев мост» в городе Новый Сад – исключение. Европейцы из общей стоимости в 54 миллиона евро реконструкции вложили сюда 60%. Но, конечно, многие скептично настроенные сербы скажут, что так и должны были вложить. Дело в том, что прежний мост разбомбили войска НАТО, когда пытались остановить войну президента Милошевича в Косово. Но, как бы то ни было, в сентябре прошлого года, когда еврокомиссар Ханес Хан участвовал в церемонии открытия, он сообщил, что Европу вложит в Сербию еще 3 миллиарда евро невозвратных инвестиций. Так все-таки, чья помощь больше важна для сербов – российская или европейская? Инвестиции из России раз в 10 уступают европейским, и все же до недавнего времени большинство сербов были уверены в том, что Россия – их главный экономический партнер. И уж точно, пока Владимир Путин в Белграде, сербские власти сделают все для того, чтобы подчеркнуть неоценимость этой дружбы. Олег Болдырев, BBC, Белград. А Коля, который мается с Путиным? Скидка за тебя – 800 динаров. 800 динаров за Путина, говорит мне продавец.